Ганс Христиан Андерсен «Снежная королева». История пятая. Маленькая разбойница. Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники. Карета горела, как жар. Она резала разбойникам глаза, и они просто не могли этого вынести. «Золото! Золото!» — закричали они, схватив лошадей под узцы. Убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду. «Ишь, какая славненькая, жирненькая, орешками откормлена!» — сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. «Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, на какова она будет на вкус?» И она вытащила острый сверкающий нож. «Какой ужас!» вскрикнула она вдруг. Ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что просто люба. «Ах ты, дрянная девчонка!» — закричала мать. Но убить Герду не успела. «Она будет играть со мной!» — сказала маленькая разбойница. «Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постели!» И девочка опять так укусила мать, что она подпрыгнула и завертелась на месте. Разбойники захохотали. «Ха-ха! Ишь, как пляшет со своей девчонкой!» «Хочу в карету!» — закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была ужасно избалована и упряма. Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала... «Они тебя не убьют, пока я не растяжусь на тебя. Ты верно принцесса?» «Нет», — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула и сказала... «Они тебя не убьют, даже если я растяжусь на тебя. Я лучше сама тебя убью!» И она оттерла глаза Герде, а потом спрятала обе ручки в ее хорошенькую, мягкую, теплую муфточку. Вот карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в огромных трещинах. Из них вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги. Казалось, каждому из них нипочем проглотить человека. Но они только высоко подпрыгивали и даже не лаяли. Это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп. А на вертелах жарились сайцы и кролики. Ты будешь спать со мной, вот здесь, возле моего маленького зверинца, сказала Герде маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили и они ушли в свой угол, где была послана солома, накрытая коврами. Повыше сидела на жердях больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились. Все мои, сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями. На, поцелуй его, крикнула она и ткнула голубя Герде прямо в лицо. А вот тут сидят лесные плутишки, продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольших углублениях в стене за деревянной решеткой. Эти двое лесные плутишки, их надо держать в заперти, не то живо улетят. А вот и мой милый, старичина бяшка, и девочка потянула за рога, привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер его щекочу под шеей своим острым ножом, он до смерти этого боится. Неужели ты спишь с ножом, спросила ее Герда. Всегда, отвечала маленькая разбойница. — Малыш-то может встаться? Ну, расскажи мне еще что-нибудь о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету. Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали, другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвила одной рукой шею Герда, а другой у нее был нож. И захрапела. Но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Вдруг лесные голуби проворковали. — Ур-ур-ур! — мы видели Кая. Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенцы, еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. — Ур-ур-ур! — Что вы говорите? — воскликнула Герда. Куда же полетела снежная королева, знаете? — Наверное, в Лапландию, ведь там вечный снег и лед. Спросила у северного оленя, что стоит тут на привязи. — Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо, — сказал северный олень. Там прыгаешь себе на воле по огромным сверкающим равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а постоянные ее чертоги у северного полюса на острове Шпицберген. — О, Кай, мой милый Кай! — вздохнула Герда. — Лежи смирно, — сказала маленькая разбойница. — Не топорну тебя ножом! Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала. — Ну, так и быть, а ты знаешь дело, Пландия? — спросила она затем у северного оленя. — Кому же и знать, как не мне, — отвечал олень. И глаза его заблестели. Там я родился и вырос. Там прыгал по снежным равнинам. — Так, слушай, — сказала Герде маленькая разбойница. — Видишь, все наши ушли. Дома одна мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и вздремнет. — Тогда я кое-что сделаю для тебя. И вот старуха хлебнула из своей большой бутылки и захрапела. А маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала. — Еще долго можно было бы потешаться на того, и уж больно ты уморительный, когда тебя щекочут острым ножом. Ну, да так и быть. Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Можешь бежать в свою Лапландию, но за это ты должен отвезти ко дворцу Снежной Королевы эту девочку. Там ее названный брат. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала. Она говорила громко, а у тебя ушки вечно на макушке. Северный олень так и подпрыгнул от радости, а маленькая разбойница посадила на него Герду. Крепко привязала ее для верности и даже подсунула под нее мягкую подушку, чтобы ей удобнее было сидеть. — Так и быть, — сказала она затем. — Возьми назад свои меховые сапожки, ведь холодно будет. А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша. Но мерзнуть я тебе не дам. Вот огромные рукавицы моей матери, они дойдут тебе до самых локтей. Соня в них руки. — Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей уродины матери. Герда плакала от радости. — Терпеть не могу, когда хнычут, — сказала маленькая разбойница. — Теперь ты должна радоваться. Вот тебе еще два хлеба и окорок, чтобы не пришлось голодать. И то, и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила сова в дом, перерезала острым ножом веревку, которой был привязан олень, и сказала ему, — Но живо! Добереги, смотри, девчонку! Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с ней. Северный олень пустился вовсю прыть через пни и кочки по лесу, по болотам и степям. Выли волки, каркали вороны. Уф! Уф! — послышалось вдруг с неба, и оно словно зачихало огнем. — Вот мое родное северное сияние! — сказал олень. — Гляди, как горит! И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот они очутились в лаплатье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok